Ну что дорогие друзья, я нас поздравляю, в России зафиксирован рекорд по числу смертей от коронавируса. Информация об этом в СМИ появилась позавчера, 15 октября. За одни сутки скончалось 286 заболевших. Это на самом деле своеобразный печальный рекорд, если вообще можно так выразиться. С начала пандемии с марта такого количества жертв еще не было. И радоваться тут особо нечему, но возникает вполне резонный вопрос. А только ли коронавирус виноват в случившемся? Давайте будем объективными, согласитесь, вокруг этой истории с COVID-19 столько вранья, столько фейков, столько глупости. Может быть, если бы нам и не врали, а действительно занимались решением проблемы с самого начала, последствия были бы не такими печальными. И кто-то сегодня не хоронил бы своих родных и близких, а кто-то и вовсе не заболел. Давайте попробуем детально разобраться. Начинаем! Вообще фейки вокруг короны летали с самого первого дня, причем пачками. Ну, предлагаю вспомнить момент, когда зараза только появилась год назад. Это случилось в китайском городе Ухани. Неожиданно начали заболевать люди какой-то неизвестной болезнью. Никто не знал, что это, откуда оно вообще взялось, как это лечить. А теперь вспоминайте, о чем тогда говорили российские пропагандисты. Не только пропагандисты, кстати, общественники, политики. Ну, правильно, да это все выдумки, страшилки, которые придумали плохие и злые американцы, чтобы запугать нас с вами. Но вы же великая нация, мы не поддадимся на их пугалки. И нет никакого коронавируса. Ну, вот, например. Если бы это было, вот, предположим, все врут, везде врут, а на самом деле все заболели. Это бы было физически видно. Так, может, я переносчик, а никто об этом не знает. Ну, пожалуйста. Если болезнь проникает, что вы вот так ходите и переносите, так и переносите себе. Была бы болезнь, она бы была видна. Именно с точки зрения болезни и количества тяжелых больных. Не отставали от российских сказочников и китайцы, решившие переложить проблему с больной головы на здоровую. Мол, это не мы. Мы тут ни при чем. Мы вообще в данной ситуации пострадавшая сторона. Сегодня, кстати, уже известно, есть исследование, ссылку оставлю в описании, что китайцы насоздавали в Европе энное количество так называемых фабрик троллей и посредством этих самых фабрик вкидывали в соцсети разного рода фейки. А о вирусе, основная тема, которую прокачивали, корона явления рукотворное, ну, хоть признали это, что оно есть, и создали заразу в лабораториях ухани американские военные. Они там какое-то биологическое оружие делали, произошла утечка. Надо ли объяснять, как в этот подарок вцепились пропагандисты великий и могучий? Китайский грипп, назовем его нормальным языком, как все время испанка была, это провокация. Никакой особой заразы нету. От обычного гриппа умирает в тысячу раз больше людей, чем от этого. 40 человек умерло. За это же время уже умерло сотни от обычного гриппа. Нет, я не собираюсь спорить с тем, что вирус, скорее всего, действительно является рукотворным, что его действительно синтезировали для каких-то целей. Я никогда не поверю, будто китайцы в данной ситуации ни при чем. В конце концов, американские военные работали на их территории. В их лабораториях финансирование шло по открытым каналам. И китайцы ни сном, ни духом. Да вранье все это! Ну как у меня дома может кто-то что-то делать без моего ведома? Очевидно, существовали некие договоренности на самом высоком уровне. А когда что-то пошло не так, началась вот эта свистопляска, дурак сам дурак. И эта ложь в конечном итоге только усугубила ситуацию, ну да в Россию. Теперь предлагаю переместиться. Это реальная журналистика, коронавирус, история с душком в темах сегодняшнего выпуска. Поехали! А ведь согласитесь, у нас действительно была фора в несколько месяцев, чтобы как следует подготовиться. Зараза пришла к нам позже, чем в остальные европейские страны. Это объяснимо. Мы нищие. Слишком маленький процент россиян может позволить себе выехать за пределы РФ, поэтому и вирус добрался до нас позже. Так вот, продолжаем. У нас была эта фора, но как мы ее использовали? Да никак. Информационную войнушку в очередной раз развернули. Ха-ха-ха, какие они дураки. Че они голову всему миру морочат с этой короной? А потом вдруг резко как-то переобулись в воздухе. Ну, вспомните, 25 марта, когда Путин появился во всех телевизорах страны и объявил «приплыли». Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Впрочем, если кто-то думает, что в тот момент в Кремле вдруг озаботились здоровьем нации, не обольщайтесь. Мое мнение, изначально это было чисто политическое решение. Ребятки захотели воспользоваться ситуацией и отыграть назад историю со скандальным заседанием ОПЕК, после которого рухнул рынок углеводородов, а российская нефть ушла в минус. Ну, помните же, мы тогда не просто признали пандемию, но и начали активно помогать зарубежным партнерам с заразой бороться. Десятки самолетов повезли гуманитарную помощь в Италию, в США. Кстати, американская помощь не совсем гуманитарная была, за нее нам заплатили, потому что... Ну да я отвлекся. Всего военно-транспортная авиация доставит в Италию два десятка вот таких автомобилей специальной обработки для дезинфекции военной техники, зданий, дорог. Ну да, видимо думали, что еще и европейские санкции получится отбить. Не получилось. Сегодня мы уже знаем, что после отравления Навального отношения с Евросоюзом ухудшились еще больше, а вот с Трампом тогда, Путину, действительно удалось договориться. Впрочем, мы же о коронавирусе сейчас говорим. Так вот, вранья вокруг неизвестной хвори меньше в итоге не стало. Больше скажу. Когда план по частичному спасению российского нефтяного рынка сработал, в Кремле, вероятно, поняли, с помощью пандемии можно и другие финты проворачивать. Например, манипулировать гражданами. Можно подправить рейтинг Великого Кормчева. Но смотрите, как у них здорово все получилось. Когда Владимир Владимировичу понадобилось провести парад победы, а затем голосование по поправкам в Конституцию, а затем избрать в 20 регионах губернаторов от Единой России, мы вирус-то почти победили. Он ведь отступать начал, кричали пропагандисты. Со следующей недели подмосковные больницы, которые перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, начнут возвращаться уже к плановой работе. За сутки выписаны 324 пациента, а всего болезнь победили почти 9 тысяч человек. А до кучи мы еще гиру пешта, там нос утерли. Вон, а какая у нас медицина. Это вы там ничего не можете. А вот мы-то болезнь не только приручили, мы разбили врага. Он бежит и в ужасе. Песков выступает перед иностранцами, и иностранцы задают ему довольно логичный вопрос. Типа, а что вы там мухлюете со смертностью? Потому что у вас очень низкая смертность. Сегодня, между прочим, даже Всемирная организация здравоохранения уже заявила, что при этом Всемирная организация здравоохранения очень коррумпированная организация. Даже они уже сказали, что Россия должна пересмотреть свои методические рекомендации, и мы сомневаемся в российских данных по смертности. Поэтому Пескову задают этот вопрос. Что он говорит? А вы иностранцам сейчас послушаете видео на английском, но с титрами. А вы не думали о том, что такая низкая смертность объясняется тем, что наша система здравоохранения лучше, чем во всем мире? Смотрим. Ну и на этом ребята не успокоились. Видимо, осознав, что на вирусе еще и денег можно сделать. Вот с этой историей я, кстати, вообще угорал. Вспомните, еще весной именитые российские медики и чиновники от здравоохранения говорили о чем? А что на создание вакцины потребуется очень много времени. Минимум год-полтора. Плюс протестировать ее необходимо еще около года. Короче, 36 месяцев как с куста. Вот столько подождать придется. Ага. А уже в конце июля выяснилось, что в России вакцину-то создали. Какой-то там спутник 5 она называется. В течение августа лекарства успели протестировать и начали колоть пациентам. Более того, в начале октября случился еще один прорыв. И нам похвастались. На России появилась еще одна вакцина. Начать я хотел бы с другого. С приятной информации о том, что Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса. Ну да, правда стоят эти вакцины как самолет. Одиннадцать тысяч пятьсот рублей. Вот такая цена называлась. Равно как и анализы. Кстати, у меня вот жена сдавала две с половиной тысячи сам анализ на ковид. Плюс девять компьютерный томограф грудной клетки. Цены, правда, в разных городах разные. Но отличаются они несущественно. Вот хорошо, что она работает в госструктуре. Предприятие все это дело оплатило. А тем, кто трудится начальника, им что делать? Участника бюджетов на такие траты не предусмотрено. Он и так полгода не работал. Откуда взять фантики? И где в этом случае обещанная забота о государстве? Опять пустая болтовня. Опять фейки. Ну и вот теперь настало время вернуться в самое начало программы. Смотрите, какая забавная штука вырисовывается. Российская медицина полгода усиленно и успешно боролась с вирусом. За это время мы успели болезнь победить. Она отступала. Мы первые и единственные пока в мире, кто наизобретали вакцин от ковида. Вагон и маленькую тележку. У нас самые низкие показатели. По числу зараженных ниже, чем в странах Европы и США. Так было еще неделю назад. И вдруг рекорд по количеству смертей. Тотальная нехватка коек в больницах. Настолько тотальная, что на днях в Челябинской области, например, выпустили такое распоряжение. Скорая должна выезжать только к пациентам с коронавирусными симптомами. Все остальное задыхаетесь. Обморок, боли при смерти. Дуйте в поликлинику самостоятельно. Вот это поворот. А как же рывки и прорывы дня вчерашнего? Да не было, их подозревают. Все эти месяцы ребятишки, видимо, только изображали видимость бурной деятельности. Врали всему миру. А успехи, скорее всего, имели фейковый характер. Ну, потому что так не бывает. Всегда вчера ты всех вылечил, а сегодня вдруг проблема снова возникла. И даже усугубилась. Чушь, муть и компот. С другой стороны, отчего удивляться, покажу вам всего-навсего пару документов. Вот, например, письмо рекомендации из Роспотребнадзора о профилактических мерах во время пандемии. В письме черным по белому нарисовано. Не является нормативным правовым актом. Не содержит правовых норм и бла-бла-бла. А ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена. Или вот еще одна бумажка, пожалуйста. Это уже указ губернатора Свердловской области. Тоже о принятии мер на фоне коронавируса. Я думаю, что каждый губернатор, вне зависимости от места вашего проживания, точно такой же указ издал в свое время. Но вернемся к этому конкретному. Сам документ был подписан еще в марте. А затем в него только поправки уносились. Посмотрите, какое количество поправок туда внесли. Дописать, изменить, добавить, прибавить. О чем это говорит, друзья? Да только о том, что в реале они сами не знают, что с этой заразой делать. Что все решения принимаются постфактум и на уровне рекомендаций. Чиновники наши в угадайку играют по сути. Что и требовалось доказать. Поэтому не ведитесь вы на эти пропагандистские россказни о том, что эти дают серьезный отпор болезни. Да они, повторюсь, не знают, что с ней делать. И вот и весь сказ. Так что вы держитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения. И это была реальная журналистика. Подписывайтесь на наш второй канал. Ссылка сразу под видео и в прикрепленном комментарии. Ютуб топит вот эту нашу страничку. Подозреваю, не без помощи цензоров откуда надо. Как с этим бороться, я не знаю. Но как только вторая страничка наберет 50 тысяч подписчиков, наши выпуски будут публиковаться там. Пока же на этой страничке выходят анонсы будущих программ. Хотя это тоже интересно. Все, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.